Всем привет, с вами Розе и это обновление Lineage 2 Mobile. Очень крупное обновление за последнее время. Очень, я сказал бы, жирненькое обновление, потому что очень много всякого. И появились купончики разные. Но об этом все поподробнее и дальше. И кстати, мой друг говорит, мне надо сделать ребрендинг ника и теперь меня зовут Эзор. Не могу запомнить и друга ник, но просто я зом. Всем привет, с вами дядюшка Эзор. Давайте начнем с обновлений и посмотрим. А получается у нас следующее, 13 сентября, добавляется новый мифический класс. Мифический класс вулкан. Вау. Да, неплохо смотрится, неплохо. Ну, вроде бы в видосе он весь красный какой-то был. Может это пробуждение какое-то. Владыка Земли. Владычица Небес. И Владыка Подземелья. Добавляются новые классы. Один легендарный, другой героический. Вот такой вот Митроэль. И какая-то тематика Игры Престолов, не пойму просто. Сейчас мы дальше посмотрим. Когда героический смотрится лучше, чем легендарный. Это только Ла-2М может такое быть. Но очень симпатично. Взять вот этот бы класс. Добавить и фиолетовые разные светящиеся штуки. Также добавлены коллекции новых классов. Запускается новая арена для персонажей. Высокого уровня. Нет, я бы сказал бы высшего уровня. Пылающая долина. Также поделено номеры Зигхард, Эрика, Барц, Леона. Завершается арена Храм за паром. Уровень Кристалла Души вырос с 20 до 25. Кристалл Души. Это мы собираем коллекции монстров. Также были характеристики изменены в Кристаллах Души. То вам на почту выслан бесплатный сброс Кристаллов Души. Добавлена система синтеза преображения. Вот мифический класс, синтез преображения. И как это работает? Только карты преображенного класса можно использовать в качестве материала. При неудаче карта материала в первой ячейке сохраняется. Остальные карты разрушаются. Очень интересно. Это надо какого-то курения сотреть, чтобы посмотреть, как оно там что. Что там надо делать? Так, это не мой уровень, братан. Добавлен второй преображенный класс. Это че такое? Ё-моё. Я еще первый не преобразил. Это именно второй преображенный класс. Это для вулкана что ли? Ну, с двойными пробудами на класс. У них тоже получается. Второе преображение. Скинчик поменяется, я тоже думаю. А для обычных смертных, так сказать. Да, ну, я ничего не хочу говорить. Список эффектов, это после преображения, что вы получите. Очень круто. Добавлен новый класс мастер. Кровавая сила. Короче, чем выше кровавая сила, тем круче. То бишь, за счет нанесения ударов, вы получаете кровавую силу. Чем выше кровавая сила, тем лучше эффект. Это шанс оглушения, сопротивление аномальным состоянием, увеличение урона от умений. С определенной вероятностью, за три заряда кровавой силы отменяет оглушение. Агрессия, безмолвие, устрашение, ослепление, паралич и окутывание тьмой мифического ранга и ниже. Также добавлены скинлы. Добавлено новое оружие хлыст. Добавлены новые коллекции предметов. Также добавлены новые классы. Мастер хлыста. Давайте мы на них посмотрим. Три легендарных, шесть героических, двенадцать редких, два улучшенных и один обычный. Давайте начнем с обычных и пойдем по возрастающей. Это будет очень круто. В начале игры вы начинаете вот таким вот. Вам дают вашу первую карту. Мечник истинной крови. Так, вот это двойная карта. Тут уже поинтересней. Инесс. Лыстый арбалец. Очень интересненько. Саири. Детка. Я, кстати, ходил за игру престолов. Ну вот, что это такое. Это ж реально какая-то игра престолов. Mortal Kombat какой-то с игрой престолов. Ну все намешано. Не любят комбинировать. Ну красавчики, че сказать. Де Бором. Кауф. Ну не игра престолов, нет? Лютрис. Ну вы Король Ночи во мне. Истинный Король Ночи. О, а это похоже на Гриффита с Берсерка. Только женского пола. Присцилла. Танк. И хлыст. Мордред. Все с плащами, с цепями. Ну вообще, хэви метал. Не, ну кайфово. Не, все равно кайфово. Очень кайфово. Также добавляются трофеи для боссов. Пробужденный Самуэль. Так, разное там исправление ошибок и улучшения. Надеюсь, я ничего не пропустил. Потому что, как всегда, все делаю по кайфу. И могу что-то пропустить. Так, давайте перейдем к ивентам. Давайте, первый ивент у нас. Бонус. Бонус, бонус, бонус. Этот, этот. Бонус. Бонус. Я, конечно, вчера на стриме говорил, что первый день не дадут карту. Но что-то тут не то. Они почему-то решили, что финальная награда должен быть Агатион Мастер. Который, типа, позволяет произвести попытку получения Агатиона самого высшего ранга из вашей истории синтеза. И также этот билетик, он как бы дает высший шанс. В зависимости, сколько вы делали трайл. Там, героический, легендарный или мифический, я так понял. Чем больше трайл, тем больше шансов, что вы получите Агатиончика. И если, ну, в начале лета такой купончик был. Если вы за счет такого купончика получали Агатиончика, то шансы, типа, меньше становятся. Так, первый день. Теперь посмотрим по бонусам. Первый день, получается. Золотой билет Леи на смену класса. Кстати, что классное в этом билете, я пока еще не понял, на кого мне поменять. Я вот думаю, не знаю, поменять просто на убийцу демонов? Или переобуться в хлыста? Или какую-то героическую карту поменять? Никудышнюю, которая дает там всякие уроны дальнего боя и все такое, что мне не нужно. Кстати, карта не меняет двойные карты. Если у вас есть двойная карта, она не меняет на другую двойную карту. Парнишка сегодня писал. У него есть карта Сарафа, он хочет поменять Шунаймана. И когда он менял, он говорит, что нельзя поменять, только можно на ниже ранга что-то поменять. Хоть там было четко написано соответствующего ранга. Как бы, ну, соответствующего, ну, точно не скажу, как было написано, но посыл такой был. То может поменяют что-то, то что это неправильно. Я уверен, что ребятки на форуме там начнут качать лодочку. Все награды по дням, ежедневный бонус. Если ты играешь ЛА-2М, ты это все уже знаешь. Улучшенные героические карты по 11 раз. Кристаллы 10 тысяч штучек. Улучшенный кристалл 200 штук. Агатион. Улучшенный кристалл кошачья банда 11 раз. Обычный трай на Агатион, который у вас был самого высокого ранга. Также класс. Ну, тут такое расходнички, религия. Также есть донат бонус. Ну, так себе, потому что... Ну, как сказать так себе, если ты можешь себе позволить, всегда бери этот бонус. Потому что это самый вкусненький бонус. С финальной случайной героической картой классом. Первый день. Знаки поручения. Ну, знаки поручения... Это такое посредственное, вообще посредственное. Вот ордена, да. Ордена всегда вкусно. Ну, и все остальное очень вкусненько. Ну, случайные отредки до героические. Кристаллы души. Чистый эликсир. Очень неплохая. Ну, карты класса по 11 раз, кстати. Также возвращается храм Ундины. Где можно пофармить хорошо адены. Пофармить очень хорошо опыта. Выпадают сундучки. Сдана от биржой. Случайные. Плюс кристалл. Улучшенный кристалл. Магические фрагменты. Новое измерение. Я 2 часа отстоял храм Ундины на 70 лвл. И мне выпало всего лишь, ну, вы можете видеть, 21 ящичек. Какое у вас максимальное количество ящичков выпадало в этом подземелье? Потому что, ну, что-то понерфили, мне кажется, немножко. Если в прошлый раз 21 за час где-то выпадало, то в этот раз за 2 часа. Разоренный замок. Увеличен опыт. Увеличена дена. И также дополнительно падает сундучок. Вот и винтовый, из которых падают ордена. Если вы копили часы на замок, время это использовать. Я ночью зашел, и уже замок был весь забит. Просто я, ну, я там, я там на 5 минут опоздал. Нашел спот. Но потом решил, думаю, схожу за расходочкой, чтобы закупиться. Но целый день прихожу, а уже спот занят. Что такое, короче. Ребята, это, ну, пытайтесь, ну, как-то найти чистенький спотик. И прошу всех, свои бота-фермы в разоренный замок не ставить нахер. До фермера по всему серверу искать мне все равно, кто вы их, чем вы занимаетесь. И просто так не надо свои бота-фермы ставить, блин, в замок разоренный. Пашня сдерживайтесь. Первого по седьмой этаж. Повышен опыт. Остров пробуждения. В океане есть. Больше сундуков пробуждения. Они сделали, ну, очень неплохие ивенты. Очень крутая обнова. Добавили крутой класс. Делали билетики вот эти, ну, есть смысл залетать. Также добавляется статуя. Весь урон, плюс 2 снижения урона, плюс 1 точность, плюс 2. Во всех городах стоит статуя на 4 часа баф. Пропуск. Я не знаю, я, наверное, не буду обозревать пропуски. Як у нас кажуть щось пороблено. Тому що? Вы посмотрите на это. Это кристаллы души высшего качества по 11 раз. То можно упороться, а не прям... Ну, я не знаю, что у вас случилось. Может, вы уволили того человека, который отвечает за эти ивенты и поставили человека, который хоть что-то понимает в этой игре? Или это просто завлечение людей? Я так подозреваю, а потом опять вы гомна накидаете. И на этом все закончится. То бишь... Блески? Круто. Карты по 11 раз от обычного до героического? Круто. Пособия? Апать мастерство? Круто. Кристаллы души? Круто. Сундучки интересные. Реликвия энергии. Зелепробуждение низкого-среднего. Ну, два кусочка героических. Блески. Ну, тут как будто вот еще героический. 22 этапа получается, да? И плюс за этапы мы можем получить... Это что такое? 30 очков. Оооо. Тебе надо убить 50 тысяч монстров в пылающей долине. 50 тысяч монстров. Тебе надо убить в пылающей долине 50 тысяч монстров. Но я туда еще не летал. Но я уверен, мой чар там не будет стоять. И ты, мать его, получаешь награду. Обычный героический кристалл. Ну, вот мировых боссов. Ну, мировых боссов это изи. Как бы. И вот награды за 50 тысяч монстров. Может, там легко и реально легко. Напишите в комментариях. Я не хочу лететь, потому что я буду спать. Потому что я очень сильно спать хочу. Я сейчас через силу это все записываю. Но все ради вас, моих подписчиков. Я бы это все кинул бы. Записал бы вечером. Там вышло где-то в 11 часов. Но так как я обожаю моих подписончиков. Я ради вас записываю. То бишь, ивенты и обновления. Все, возможно, я что-то пропустил. То, ребят, там, понять и простить меня, да? Давайте перейдем. Смена класса. Мастер хлыст. Кстати, купончик. Если кто-то у хлыста ролится, это очень дешево получается. То бишь, я сотрел поменять пушку. Это вам обойдется в 100 монеточек. В 100 монеточек. А 100 монеточек это 10 тысяч алмазов. Так, добавляется за реальную валюту. За героическим оружием плюс 7 на выбор. И доспехом плюс 5 на выбор. Временно. Это как? Очень интересно. И также паки, в которых там шквал сайхи. Да, со шквал сайхи мы можем крафтить. Книги умений на выбор. Опа, очки. Это очень круто. Ребят, давайте скрафтите мне шквальный ударчик, да? Шквальный ударчик не скрафтите. Опа, хлыст. 1% Так, также новые пушки. Видимо, можем крафтить, да? Да, так как аден 2, аден 1. Шанс 10%. Паки очень жирненькие. Потому что вы закрываете постоянную колу. Точность, весь урон, защита плюс 2, доп урон, крит атака. Движение урона, шанс тройного урона. 1% очень неплохо. Ну и как обычно, ну тут карты улучшены легендарные. Карты улучшены героические по 5 штучек. Ордена, знаки поручения, кристаллы. Ну все как обычно. Реликвия энергии. 1000 очков пробуждения. Паки с агатенчиками. Обратите внимание на коллекции. Урон, точность. Там, ну, тройной урон, двойной урон. Снижение, защита. Предметы в этой коллекции будут, как всегда, дорого стоить. Так вроде бы ничего не пропустил. А так может быть и пропустил то. Ребятушки, ваши комментарии я обожаю. Просто когда вы меня поправляете. Всем спасибо. Кто меня смотрел. Кто меня смотрит, ставит лайки. Мазай Мочеглот. Всем до новых встреч.